Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня мы с вами поговорим об атмосферной и фэнтезийной тактической экшен RPG. Честно сказать, эти теги приписывает игре Steam. Я бы все же убрал бы аббревиатуру RPG и отнес бы игру к категориям фэнтезийного линейного приключения, с возможностью ставить игру на паузу. Рад вам представить Дворфы! Итак, игра вышла 1 декабря 2016 года. Весит игра почти 18 гигабайт. Стоит игра на секундочку 1300 рублей. Из почти 1000 отзывов в стиме имеет оценку в основном положительную. На метакритике оценка от критиков 61, от юзеров 6,2. Игра чистая история и основана на бестселлере Маркуса Хайтса, Повелитель гномов. Посвящена игра, естественно, гномам. У игры есть русский язык и она доступна в нашем регионе. На прохождение игры в среднем может уйти порядка 15 часов. Денежку на игру собирали на кикстартере. Собрали 310 тысяч долларов в 2016 году. Разработчики обещают тактические сражения в режиме реального времени. Массовые бои. Все существа на поле боя это сложные физические объекты, что придает сражениям особую динамику и реалистичность. Увлекательный сюжет, настоящий рай для исследователя. По мне разработчики немного приукрасили свои обещания и некомпетентно распределили бюджет игры. И могли сделать лучше. Но обо всем по порядку. По традиции предварительного обзора рассмотрим сюжет, геймплей, обращу ваше внимание на то, что не хватает игре и подведем итоги. Те, кто читал книгу, скорее всего знают о мире игры. Знают, чем отличаются альвы от эльфов. Знают, что гномы в этой вселенной выступают защитниками всех рас и охраняют потаенную страну от мертвых земель. Знают, зачем оркам служить альвам и почему орки с альвами хотят захватить потаенную страну. Я всего этого не знаю. В игре сюжет подается просто. Есть зло, оно хочет захватить страну. Гномы-защитники страну охраняют. Вы немного знакомитесь с истинными защитниками в начале игры, а потом вам дают в распоряжение вашего героя, который тоже гном, но гномов не видел и жил все время среди людей, работая при этом кузнецом. Волшебник даст вам поручение отнести волшебные устройства за 300 миль. Вы, естественно, единственный, кто сможет с этим справиться, хотя вы кузнец и оружие в руке-то никогда не держали. Да и мир не видели. Все ваши знания о потаенной стране считаны с книг. Но волшебник косит подмодрого Гэндальфа, поэтому вы соглашаетесь отнести сумку и с этого момента начинается ваша история. Скажу сразу, история хоть и банальная, но она меня чем-то заинтересовала. Да и я и не помню игру, где из дворфов пытались сделать спасителей всего и вся. Обычно их выставляют в другом свете. Вообще за историей наблюдать интересно, но то ли не знание лора, то ли отсутствие нормальной водной части, где нам бы нормально рассказали про гномов, рассказали о мире игры, о том, что гномы уже сделали и от кого они этот мир уже защитили, вызывает чувство недосказанности. Уж точно могу сказать, что начало игры никак не цепляет и не мотивирует нести сумку за 300 миль. Уж очень оно скомканное. Но в предварительном обзоре акцент на сюжет мы с вами не делаем, дабы не заносить видик спойлеры. А наливаем кофе по-ирландски и начинаем играть. Итак, игра не встретит вас с синематиком. В игре нет редактора персонажа. В игре вы не распределяете характеристики и даже уровень сложности вам придется менять в настройках. Начиная новую игру, вам покажут вступительный дешевый короткий ролик. Дадут поиграть немного за крутых гномов, познакомят вас с антагонистом. А потом дадут бомжа, которому можно качать скиллы, скиллов немного. Прокачка скудная, билдостроение в игре я не увидел, управление как в доте, мышка и скиллы на QVR. Локации все неплохо детализированы, есть интерактив и сделан он добротно. Я бы сказал, анимации и взаимодействие вашего героя с объектами лучшее, что я вообще видел в подобных играх. Просто посмотрите на то, как ГГ обыскивает сумку. Итак, практически со всеми объектами. Добавим к этому еще голос рассказчика, все практически озвучено и за это я снимаю шляпу. Синематики в игре выглядят неплохо для игры 2016 года. Самая приятная часть игры это просто следить за событиями. Мир игры представляет из себя глобальную карту, по которой вы путешествуете, проходите текстовые квесты. Даже не проходите, а участвуете в квестовых событиях. Это более правильно сказано. Диалоги не сказать, что большие, но написаны неплохо. Каких-то важных решений вы особо не принимаете. На некоторые локации можно зайти и их исследовать. В игре есть провизия, но она что есть, что ее нет. Дефицита в ней я не увидел, есть золото, покупаете хилки, склянки, банки и талисманы. Лута в игре нет, брони и оружия нет. Интерфейс максимально простой и я бы сказал, что он неудобный. Всем любителям стандартных механик РПГ тут ловить нечего. От механик-выживача тоже ждать ничего не стоит. Есть возможность получить рану и лечиться она провизией, а так как дефицита нет, то и на раны похер. У вас есть отряд гномов, которым можно качать скиллы и которые готовы крушить головы оркам. Вы передвигаетесь по глобальной карте, отряды орков тоже, кстати, передвигаются. На локации встречаетесь. Бой. Бои могут сопровождаться определенными заданиями, спасти жителей, защитить деревню и так далее. Каких-то боссов и уникальных противников я пока в игре не заметил. Обычно орда орков кучи бежит на вас и ваша задача всех убить. Боевка хоть и хочет показаться тактической, а тактической ее назвали, потому что в игре есть пауза, без паузы это было бы похоже просто на экшен-бой. В бою первое время вообще непонятно, что происходит и почему обычные атаки минимально наносят урон врагам. Видимо, для того, чтобы игрок чаще принимал участие в бою и прожимал скиллы. Если бы урон от обычных атак не порезали, мне кажется, можно было бы спокойно попивать кофейку, пока идет бой. На скиллы тратится ОД. ОД зарабатывается от убийств и восстанавливается от времени. Что касается обещанной реалистичности, честно вам скажу, в игре мультяшная графика, а сложные физические объекты больше напоминают кегли в боулинге. Все разлетаются как-то неестественно. Вообще удары по сути не чувствуются, то ли из-за звукового сопровождения, то ли из-за самой графики. По мне, боевка выглядит достаточно нелепо. Вся сложность физических объектов заключается лишь в том, что враги не проходят сквозь друг друга, и то, что скиллы действуют на ваших товарищей. Но я играл в Total War, поэтому ничего удивительного в сотне орков и пару гномов я не увидел. Ждете, пока откатился скилл? С памяти. Ждете? С памяти. Добавим к этому просто отвратительную камеру, отсутствие нормального мяса и интеллектов у врагов, и боевка становится просто посредственно. К тому же очень легко потерять своих товарищей в бою, и вы просто переключаетесь по иконкам. Ни построения, ни сложных комбинаций, ни правильной сбалансированной партии. Тупо гномы со скиллами. Извините, не мое. Я понимаю, что игра имеет скромный бюджет, но нахер надо было лепить такую графику, делать кассцены и уделять столько внимания анимациям объектов непонятно. При этом максимально урезать элементы РПГ и тем самым погубили по сути годный проект, который мог превратиться в неплохую франшизу. Такое ощущение, что игру делали писатели, а не разработчики игр. Добавили бы лагерь, экипировку, годную прокачку, квесты спутникам, классы, разные типы врагов и разные типы урона, уязвимости, сопротивление, построение, билдостроение, легендарные артефакты и если уж так надо было, то и систему выживания надо было делать с умом. Прикручивать время к восстановлению ран, делать дефицит провизии, дать возможность прокачивать лагерь, ковать оружие, ковать доспехи, чинить оружие и доспехи, затачивать оружие, создавать вспомогательные предметы, ловушки и бомбы, делать акцент на усталость отряда и дать ей хотя бы каплю интеллекта. Но, к сожалению, разработчики пошли другим путем, хотели продать красивую конфетку с невкусной начинкой, попробовал и выплюнул, не зашло. Всем тем, кто знаком со вселенной, думаю, поиграть стоит, история вроде рассказывается неплохо, но сам геймплей мне лично не зашел, по мне шляпа редкостная, а вот музыкальное сопровождение добротное, но вот звуковые эффекты, посредственные, думаю это 1300 рублей не стоит. Всем любителям RPG, мимо, я не рекомендую за эту цену брать игру, если на скидках ради галочки, то окей, а так торрент. Все равно у этой вселенной нет будущего, потому что не та студия взялась за создание игры. На этом у меня все, всем добра и до новых встреч.